Всем привет, с вами Алексей, 9 августа 2021, Харьков, Украина. Сегодня поговорим о трапезунде, потому что там есть вопросы. В молодом возрасте это растение не у всех выживает, такое бывает. Сейчас вот покажу так называемые завирусованные растения. Саша Колесников попросил сделать такого плана видео, раскрыть эту тему. Но буду тоже ее потихонечку раскрывать. Мы уже делали видео по этому поводу. Такое с Сергеем Триопоника, то есть посоветовались с учеными, но пришли к выводу, что идет подмерзание комбиального слоя того растения, которое вы высадили. Весной это происходит при очень приличных заморозках. И потом, соответственно, ближе к середине лета эта часть отмирает и отбивает поросль. То есть там рвется комбиальный слой, сокодвижение нарушено, растение просто не справляется. А те отводки, уже пахоны, которые оно отбивает, если нормально ухаживать, то с ними все будет хорошо. Так как мы с вами, вы прекрасно понимаете, высаживаем корень, а не растение, соответственно, это ничего страшного. Ну, у людей паника, придумали какую-то завирусованность. Все это смешно, конечно, посмеялся. Ну, ладно. Вот, смотрите, один из завирусов. Значит, это затерянный мир здесь такой. Все это было в бурьянах. Так, кто выживет, кто не выживет. Это весной огрызки высаживались, да. Ну, вот, смотрите, ну, такое, в принципе, я как бы не высылал. Здесь еще и корни были маленькие, да. Может быть, растение само по себе небольшое. Главное, чтобы там был хороший корень. И все будет хорошо, да. Оно просто подрезается на нижнюю почку, желательно, а то на две нижних почки, да. И потом дает хороший поган. Нас интересует корень, 100%. Ну, вот, видите, даже такие ребята некоторые, сейчас я покажу. Вот у меня очень небольшой мизинец, и вы поймете его толщину, да. Высота сантиметров 30 примерно. Так вот, он уже, ну, однолетка, естественно, не подрезанная. Вот он уже собирается, закладывает сережки, да. Уход, сами понимаете, очень слабый на этом участке в затерянном мире. Поэтому вот такой вот, видите, завирусованный трапезун, который в первый же год хочет закладывать урожай. Соответственно, если есть сережки, то очень большая вероятность, что на следующий год растение уже может плодоносить, приносить орехи. Естественно, все это надо удалять, и эти сережки, и потом, скажем так, плоды. Ну, вы же сами понимаете, не каждый это сделает, и очень-очень зря, особенно на таких маленьких растениях. А вот осенняя посадка таких же завирусованных ребят. Конечно, потери здесь есть, потери немалые, потому что и зимы суровые, и весной заморозки. Потом хрущ сюда приходит, под каждое растение инициатор не подбросишь. Поэтому, конечно, потери есть, я согласен. Но и, скажем так, откровенно, ну, такие тончайшие саженцы, ну, как бы, с очень-очень маленькой корневой, мало кто и высылает, на самом деле. Хотя, есть и такие. Итак, смотрим, пожалуйста. Вот осенняя посадка, то же самое. Есть закладка сережек. Видите, какой он малыш, а завирусованный. А уже закладывать сережки. Вот это на листьях, скорее всего, просто банальные ожоги, скажем так. Ну, можно подумать на болячку, но тут обрабатывалось, поэтому, конечно, состояние ужасающее. Тем не менее, будут подрезаны. И на следующий год уже из них получатся шикарные растения. Поэтому, ухаживайте за своими растениями, особенно за трапезундом. И к вопросу, когда можно получить орех, даже вот на таких карликах уже, возможно, завязи орехов. Да, то есть, однолетка посадили на следующий год, получили орешки. Которые, естественно, надо удалять. И сережки эти тоже. Ну что, всем спасибо огромное, кто смотрел. Кому понравилось, поставьте лайк, пожалуйста. Кто не подписан, подпишитесь со звенящим колоколом. У кого есть вопросы, пишите в комментариях. Кому уж очень понравилось, поделитесь, пожалуйста. Внизу есть строчка поделиться со своими друзьями, которые хотят выращивать сорт трапезунты, чтобы они понимали, что такое завирусованный, а что такое не завирусованный. Буду раскрывать эту тему и покажу, сейчас я вам показал, как я вирусую свой трапезунт, а потом я вам покажу, как мне навирусовали саженцы некоторых сортов, особенно шедевра. Всем спасибо огромное, всем огромный привет из Харькова и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok